Вот их противостояние с Денковой и Ставицким, наверное, могло бы быть интересным, если бы не ошибка Макса. Посмотрим еще, как сами Навка с Костомаровым откатаются. А так, разница между парами-то минимальная. Бельбан и Агоста обогнали Грушину с Гончаровым всего, не поверите, на 0,08 балла. Это, конечно же, очень немного для любой судейской системы. Ну и теперь Розовая Пантера и потом Остин Пауэрс. Все это программа Навки. Навка и Костомарова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Плюс на Капов Раша в Лужниках Там для многих было открытие то, как они презентовали эту программу для зрителей Здесь же все было сделано достаточно хорошо чтобы принести заслуженный успех Каждый шаг проработанный в этой программе под музыку и под музыкальные акценты конечно же с каждым новым просмотром только четче откладывается память еще четче ты осознаешь какая работа была проделана как это остроумно как это здорово то, что они делают Ну естественно, как они красивы в сотый раз наблюдаешь и понимаешь что шансов подумать, что они некрасивы конечно же нет Ну давайте оценки Ну смотрите, у них все оценки за компоненты катания в районе 8,5 баллов и на 12 баллов с лишним опережением Динкова и Ставийского без каких-либо вопросов я думаю заслуженными аплодисментами сейчас все это и закончится соревнование здесь для нас вот она единственная наша золотая медаль в финале гран-при по фигурному катанию Навка, Костомаров и Жулин Великая троица сегодня их день впереди еще длинный сезон ну и конечно же никто не забывает что Олимпийские игры тоже еще впереди еще много чего нужно придумать много чего нужно сделать спасибо за внимание соревнования финала гран-при по фигурному катанию подошли к концу по фигурному катанию по фигурному катанию по фигурному катанию